Фух, друзья! Вот этот денёк у меня сегодня выдался. И сначала ротор волгоградский, который проигрывает дома у себя 2-0 крылья советом в важнейшей игре. Потом я ещё сейчас умудрился в хоккей поиграть, там за молодую команду попросили меня просто помочь им немножко. Победили, но усталость сумасшедшая, просто видите моё красное лицо, и я вот с этими эмоциями пришёл домой смотреть, точнее уже даже досматривать, ну второй тайм матча между Ромой и Ливерпулем. И я был уверен, просто был уверен в том, что этот матч ничего сверхъестественного нам не покажет. Но, как оказывается, я ошибался. Напоминаю, что спонсором является 1xbet. Сегодня на данном сайте, где прекрасные коэффициенты и великолепные ставки, очень удобное, кстати, приложение у 1xbet, я ничего не поставил. Но была у меня идея, друзья, одна из идей поставить именно на победу Ромы. И когда я видел, что после первого тайма Ливерпуль ведёт 2-1, я понимал, что, скорее всего, это хорошая ошибка была бы моя, в смысле того, что я бы не поставил бы, я не успел поставить, и поэтому хорошо, что я, ну, как бы этого не сделал. А в итоге, друзья, Рома победила. Победила со счётом 4-2, и это вообще что-то с чем-то. Я, вот знаете, видно было, как Рома устала. Она вот после штурма на первых минутах второго тайма, она просто выдохлась, она ничего уже не могла сделать, а Ливерпуль пустил вот по накатанной, подумав, что, наверное, всё. И я, если честно так, да многие подумали, я вот без сил уже вот так вот смотрел на это, на всё, думаю, ну всё, ну быстрее бы время уже закончено, пойду спать. Вот видео вам только запишу, и всё, и пойду спать. Нет, друзья, видели, что створила Рома? Джек сначала, потом на Инголан, и ещё, ну, конечно, времени не хватило. А может быть, и не хватило бы и сил дальше. Но насколько, представляете, одного гола и Рома. Рома в финале, там, не в финале, в дополнительное время, там, фига узнает, что дальше. Короче, было бы невероятно интересно, но, скорее всего, справедливо. Всё, потому что, ну, не бывает, как я в прошлый раз говорил, два раза чуда одного и того же. Вот оно не случилось два раза, оно было близко, но не произошло. Поэтому мы с вами спасибо говорим Роме за прекраснейший сезон, офигительный. Болельщиков Рома, поздравляю. Вообще, у вас вот такая перспективная команда, и будем надеяться, что в дальнейшем ветераны там не сбавят свой темп, а молодые только будут и будут прибавлять. И не растеряйте, если игроков, то Рома ещё покажет Кузькину мать, там, Ювентусу в чемпионате Италии, как минимум. Так вот, это ладно, но самое главное, что нас ждёт невероятно логичный для этого сезона финал Лиги Чемпионов. Реал против Ливерпуля, друзья, это что-то с чем-то будет. Но как понять, надо будет смотреть, возможно, и не что-то с чем-то. Но два главных претендента на золотой мяч, как по мне лично, в этом году. Роналдо и Салах, и Салах, наверное, возможно, даже... Ну, вот как-то вот логично, как это вытекает из всего сезона, что Салах там подвигает Месси потихонечку, может и подвинут Роналдо, и тут такой вот, оп, дайте мне мячик золотой. Но сначала надо Лигу Чемпионов выиграть, а вот здесь у меня есть определённые сомнения, и вот данная игра против Рома это показала, что Ливерпуль, ух, в одном матче может как-нибудь стабильно сыграть. Мы это по чемпионату Англии видим регулярно, постоянно, поэтому не удивляйтесь, друзья. И вы, многие из вас, если не болельщики Реала, то другие будут все, наверное, за Ливерпуль болеть. Вот, и я тоже буду за Ливерпуль переживать, но не удивляйтесь, если Реал в третий раз подряд выиграет Лигу Чемпионов, потому что тут и опыт, и много чего, вообще и везение Реаловское может сказаться, потому что Реалу везёт в этом сезоне, реально. О, как Реалу везёт, реально. Ну, вот такая вот автология получается. Короче, будет очень интересно, будем ждать с нетерпением этого финала в Киеве, и поздравляю, киевлян, у них получится вот топовое противостояние. Многие, наверное, хотели Барселону с Реалом, но сейчас увидим и так в Испании это. А вот Ливерпуль с Реалом играли последний раз в 81-м году, по-моему, в финале Лиги Чемпионов, и тогда Ливерпуль 1-0 победил. Так что это вот такой вот знак, возможно, но не точно. Всё, на этом всё, больше нечего говорить, эмоций нет, друзья. Если честно, всё, уже болят ноги, пошёл отдыхать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики и всё остальное. Всем спасибо за просмотр, пока!